всем снова привет на связи опять грибник в новом видео вы увидите наконец-то огромнейший трутовик серно-желтый такого размера экземпляры попадаются редко но сегодня мне повезло думаю он будет весить около 3 килограмм обязательно я вставлю фото в видео где взвешу его кроме этого я собирал в основном дождевики и шампиньоны дождевиков было очень много но очень много испорченных потому что я не был на полях уже 10 дней и они просто постарели в этой корзинке у меня вот такие прекрасные экземпляры которые сегодня буду раздавать друзьям жарить некоторые маленькие буду мариновать остальные грибы лежат в машине и это вы увидите в этом видео ребята если вам понравилось ставьте лайк если хотите подписывайтесь я вам скажу за это только спасибо и это поможет продвинуть видео и канал а всем до встречи увидимся в следующих выпусках итак всем привет я снова на полях сезон давным-давно должен был закончиться но из-за дождей он продолжается и сегодня снова собирают дождевики и шампиньоны посмотрите просто какими сгустками они растут кто-то здесь их размазал были хорошие свежие в общем сейчас буду собирать и показывать что здесь происходит шампиньоны свежие молодые и дождевики есть и такие старые всякие но очень много буду спускаться вдоль этой дороги и слева справа обязательно должны попасться дождевики поехали дальше в общем прошел 10 метров и тут творится вот такое вот это все дождевики оставим камеру и приступим к сбору главное они должны быть совсем свежим берем обрезаем ножку если белой внутри кладем в корзинку и так с каждым вот этот уже немножко изменил структуру и цвет его не берем вот еще один этот совсем твердый потому бросаем сразу вот так и продолжаем в том же духе пока не заполнится корзинка в корзинке уже не пусто в общем кто не видел прямую трансляцию сегодняшний отличный день как отлично начался так отлично и продолжился этот ротовик серно-желтый огромного размера думаю килограмма полтора-два когда приду домой обязательно его свежу сейчас я его срежу и покажу вам что у меня из этого вышло он там еще один кусок его тоже обязательно достану смотрите дальше в общем остался вот такой кратер на дереве и немного удалось реконструировать гриб очень большой очень молодой видно даже не развились до конца его перышки или как их назвать не знаю но он нежный и весит больше двух килограмм точно потому что только вот эту часть я еле держал в руке пока обрезал тут у нас остатки ошметки обрезки отличнейший гриб отличнейший экземпляр вот так он выглядит сзади ну правда очень большой обязательно взвешу и покажу сегодняшняя грибалка удалось ребята все супер вот он красавец это не самый большой но отличный экземпляр пищевого размера еще раз покажу уже не знаю который разговор должен быть чисто белый упругие и желательно потверже совсем молодых это надо видеть ребята это надо видеть он огромный и он молодой вот смотрите нож поставлю вот моя рука совсем свежий какой красавец вот и рачка кто-то живет но когда мы будем резать его на слайсе мы его выгоним оттуда но гриб хорошего отличного размера такой плотный вот его ставлю ваще чувствуешь он упругий значит молодой сейчас попробуем отрезать ножку повторяюсь ножка вот примерно до этого места она слишком волокнистая но у молодых экземпляров можно есть чуть-чуть покрупнее если бы он вырос уже невозможно даже нож не режет там где она плотно вот смотрите можно просто взять и оторвать и вот здесь видно поры вот они классный гриб очень классный вот кто говорит что зачем грибы ты срываешь никакого здесь только выход гриба нич ничего вы не сделаете о о это маленькие ребята это порховка это не дождевик хотя относится тоже к дождевиковым выходит также вот смотрите когда ее срываешь у нее вот эта штука которая накрепится к земле желательно чтоб сама отламывалась если она сама не отламывается сейчас попробую связать значит она уже не свежая и брать ее не стоит это уже все кем-то съедено порховку готовим так же как дождевик мелкие экземпляры я мариную ну а крупные экземпляры также режу на слайсы можно пожарить сливочном масле очень вкусно смотрите просто по сравнению с порховкой дождевик какого размера в общем класс сегодня очень удачный день огроменный дождевик у вот гигант у ёлки-палки ёлки-палки вот еще один малыш и тут не знаю правда в каком состоянии но очень большой вот это гигант а этот взрослый уже блин опоздал к сожалению опоздал смотрите вот этот свежий совсем класс супер парень не смог дойти до корзины она где-то там вот несу эти грибы сделал два шага и тут меня ёкнула ребят он огромный и он совсем молодой я вчера здесь проезжал и чувствовал что надо прийти сюда и вот они а это грибница захватила огромную территорию в диаметре думаю около 100 метров вряд ли это разные метели вот так ребят всем удачи увидимся больше как я говорил сегодня собираю дождевики и шампиньоны и вот такие красивые шампусики нам попались срежем ножку которая червивая это придется чистить так расскажу вам еще я кроме того что собираю грибы я еще их и выращиваю и чтобы вы знали на фермах если ты срежешь хоть один шампиньон его оставшаяся ножка начнет загнивать где она загнивает туда обязательно прилетят мошки от них практически ничего не не спасает этих мошек называются циаридами если хоть одна мошка отложит своих личинок то весь урожай помрет потому лучше грибы вот так сорвать вот так никакого вреда вы не нанесете потому что здесь все плотно и посмотрите вот какую площадь занимает грибница я уже прошел два-три метра так что лучше всего грибы срывать и потом вот эту кучку этот хвостик просто обрезать а вот посмотрите вот эта часть она уже гниет и сейчас любую ножку которую здесь кто-то оставил если открыть я вам покажу сейчас наглядно вот ее открываешь она гнилая и червивая и вот как раз это наносит больший вред гребнице так что не оставляйте ножки в земле поверьте мне я очень много лет их выращиваю ну а у меня теперь есть такие красивые шампиньоны пойду дальше а нет еще один мячик опоздал опоздал черт возьми ну ладно очень большой как они прячутся в кустах я же говорю когда высокая трава их трудно найти этот еще больше но не знаю не знаю не ставит уже елки-палки где-то неделю назад мы здесь были видел себе красиво по дорожке вдруг тебя встречают шампиньоны по этой дороге никто не ездит на проселочная складываем совсем маленький вот еще один совсем свежий но червил уже к сожалению и убрать нет смысла а вот там поднимаешь голову и тебя уже ждет следующий дождевик вот хрустящий молодой рубим ему ногу и идем искать его собратьев сошел с дороги и сразу попался огромный шампиньон червивы брать нету смысла даже смотреть но зато там где меньше травы торчит полевой большой дождевик вот так мы его рубим ножка бывает кстати червивая вот дырочки чистим обычно мякоть остается целой все тырок не видно и кладем в корзину в общем задолбался уже снимать очень много старых дождевиков просто не знаю штук 30 видел этот какой-то странной формы попался вот надеюсь что свежий потому что испорченных и постаревших было очень много не повезло этот хороший кладем в общем нарциссы заканчиваются вот немного собрал но зато на смену пришел я трешник или полевая орхидея они просто везде вот это поле все теперь усыпанные трешника смотрите какие цветы красивые сиреневый это у нас кто секундочку секундочку нас тут гость это шампиньон ножка червивая сейчас вырву посмотрю на шляпка тоже червивая надо будет чистить вы посмотрите на это это король шампиньонов он вырос прямо тут кто-то на него наступил даже думаю тоже будет червивый на обязательно полевые шампиньоны чтобы не червивые как же так но шляпы шляпы это что-то с чем-то ну-ка это тоже посмотрим о я думаю там что-то останется смотрите что здесь происходит елки-палки вот это я попал а у меня на повестке дня еще один вид полевых цветов которые мы собираем запаха у них особого нет но они очень красиво растут и похожи на я трешник может быть это родственники но кукол определяет как пальчатокоренник майский вот смотрите они тоже сиреневого цвета их тоже очень много полно я собрал себе букетик уже а вот рядом я трешник и нарцисси поставлю дома будет от двух цветов отличный запах а третье будут радовать своим видом а теперь вот я не знаю просто камера как передаст но все более вот сколько я вижу весь горизонт сиреневого цвета и это все из-за вот этих маленьких красивых вкусно пахнувших цветочков сейчас я постараюсь взять близкий кадр и показать вам вот все вообще все сиреневая полностью слева справа везде куда ни посмотри вот присяду и смотрите теперь вот отсюда например вот так берем и приближаем смотрите сколько их просто это все полевая орхидея или я трешника усыпано так что у нас никакой красной книги не может быть речи пойду собирать наконец пошел еще один интересный вид цветов который мы всегда собираем посмотрите он огромных размеров я трешник мужской вроде у него запах не такой яркий как у обычного но тем не менее очень нежный и вкусный он встречается реже но когда попадается попадается огромными стаями вот так сейчас соберу себе букетик добавлю их вот сюда знаете какой красивый цветов пошел я в общем тут такое дело уже на краю поля нашел заросли смотрю растение какое-то похожее похожий на лук собрал его попробовал и это правда дикий лук кто знает точное название напишите пожалуйста google определяет как лук виноградничный очень вкусная штука сейчас вот собираюсь и пучок буду сегодня витаминизироваться очень приятная находка но на вкус он больше похож на чеснок чем на лук более резкий вкус у него в общем такие дела лишние сухие веточки по обрубаю может употребить смотрите как выглядит вот на этой ноте мне придется с вами попрощаться всем пока подведем итог тут у нас полная корзина внутри дождевики а снаружи трутовик серно-желтый где-то килограмм чик наверное попался шампиньонов в этой корзине у нас тоже немного дождевиков и шампиньонов в общем наверное килограмм 5 грибов и вот такие букетики цветов удалось собрать четыре разновидности два вида я трещника нарциссы и вот этот вид не помню уже как называется но я говорил и в конце на выходе из поля попался дикий лук вот как он выглядит еще раз покажу сверху головка очень вкусный по вкусу напоминает боль больше чеснок чем лук в общем я доволен поход оказался более чем удачным а вам пока приятного просмотра если понравилось ставьте лайк и подписывайтесь все ухожу